Незнакомые лица, вижу, незнакомые лица сегодня в списке нашей комнаты вебинарной на презентации. Напишите, пожалуйста, какие города сегодня здесь присутствуют. Может быть, кто-то первый раз сегодня на такой презентации. Будьте добры, напишите, пожалуйста, если вы первый раз, или если вы недавно совсем присоединились к нашей команде. Леонид Санкт-Петербург, Алёна Питер, да? Что еще? Откуда у нас сегодня присутствуют участники нашего вебинара? Ольга Пономарева, Люберце, могу сказать. Анапа здесь сегодня. Как у вас тепло, наверное, хорошо, Паина. Так, Питер, Питер, Москва, Анапа. Замечательно, классно. Ребята, о, Новороссийск даже. Слушайте, представляете, у нас какая сегодня хорошая география. Здорово. Ребят, меня зовут Анна Скублова, и каждый вторник мы встречаемся вот по этой ссылке в этой вебинарной комнате для того, чтобы развивать свой, каждый из нас с вами свой бизнес-компанию. Дело все в том, что компания Reflame – это площадка для любого человека абсолютно, который хочет создать свой бизнес. Мы всего лишь здесь во вторникам помогаем вам для того, чтобы вы научились и сами проводить презентации, рассказывать о возможностях Reflame. И для того, чтобы вы могли приглашать своих знакомых тоже на эту презентацию, например, если вы недавно работаете, может быть, спонсора нет рядом, потому что часто такое бывает. Поэтому вы можете приглашать на эти презентации своих друзей и знакомых, которых хотели бы пригласить свою команду в компанию Reflame. Договорились? И у меня очень большая просьба. Давайте это не будет моим сегодня монологом. Как обычно, да, я прошу. Очень большая просьба отвечать, откликаться, ставить плюсики, вопрос восклицательных знаков. Если что-то у вас есть по теме сказать, вы можете писать в чате. Вот, чтобы я понимала, что какой-то вопрос вам интересен, как что-то вам более понятно, что-то вам менее понятно. Договорились? Хорошо? Вот. Будем считать, что мы с вами договорились. Итак, сегодня у нас с вами задача, я вам расскажу о возможностях компании и о том, как сделать так, чтобы первые шаги были успешными. То есть, чтобы получилось сразу заработать деньги в компании Reflame. Чтобы сразу получалась та работа, которую мы с вами здесь выполняем. Потому что это очень важно, как для нас с вами, но это еще очень важно для нашего окружения, для вашего окружения. Да, если вы недавно работаете, и ваши знакомые, ваши близкие, там, муж, может быть, дети, может быть, другие родственники, видят, что у вас начало получаться, они видят у вас результат. Это, как правило, мотивирует ваших знакомых и близких, ну, тоже присоединиться и помочь вам в работе в компании Reflame. Вот. И очень важно, чтобы вот этот успех, да, на первых шагах, пускай даже будут не очень большие деньги, да, пускай первые деньги, которые вы увидите, они не будут там тысячами долларов измеряться. Но они очень важны. Я помню свои ощущения в начале пути, когда я только пришла. То дело, что это мотивация для следующих шагов, мотивация для следующих каких-то преодолений себя. Согласно с этим, что когда что-то получается, поставьте, пожалуйста, плюсики. Когда у вас что-то получается, независимо в бизнесе или в чем-то другом, да, то вам хочется продолжать. Продолжать, у вас есть силы, мотивация на то, чтобы дальше это делать, да, и достигать новых и новых результатов. И вот именно для этого мы с вами каждый вторник здесь встречаемся, чтобы у нас с вами получалось, чтобы мы мотивированы были, у нас с вами было хорошее настроение, была энергия, и для того, чтобы наши близкие поверили в этот бизнес, да, в тот бизнес, которым мы с вами начинаем заниматься. Итак, сейчас на слайд вы видите, это Роберт Киосаки. Очень рекомендую. Я приготовила вам даже показать книжки, которые вот я в последнее время читала, но, к сожалению, камера не работает, поэтому я вам буду озвучивать по ходу. Обязательно читаем книжки. Так вот, первый автор, которого обязательно нужно познакомиться самому и, в общем-то, своим близким дать почитать, это Роберт Киосаки. Это человек, который не просто теоретик, он создает какую-то идею бизнеса, он воплощает ее в жизни, потом начинает разрабатывать теоретическую часть, да, ну, то есть обучать этому людей, описывать это. Очень много интересных книг. Первая книжка, которая с чего начинают, обычно люди, которые приходят в реклейм, в другую сетевую компанию, это «Квадрант денежного потока». То есть суть этой книги, вот на этом слайде, по сути, да, многие люди, вот практически все люди в мире, они делятся всего на 4 сектора. Работа по найму, работа на себя, малый бизнес, да, или специалисты еще называются, собственный бизнес, инвестирование, да, это то, что знают все. Работа на себя, работа с 9 до 5, или там с 10 до 6, 5 дней в неделю, 3 недели отпуск, может быть, там еще какие-то праздничные дни у вас выпадают. Но что, я не очень хочу сейчас останавливаться на этом секторе, почему? Потому что я знаю, что многие из вас сейчас работают в этом секторе, и я тоже работала в этом секторе, практически все мы проходим работу по найму. Почему? Потому что это у нас очень сильный стереотип, что садик, школа, институт, работа, да. Я очень хорошо помню фразу Ольги Пономаревой, бриллиантового директора нашей компании Reflame. Вот, Ольга сегодня здесь присутствует, она поставит какой-нибудь значок, что она помнит, как мне рассказала эту вещь, что она уже, будучи бриллиантовым директором, постоянно слышала от своей мамы фразу, ну, когда ты устроишься уже на нормальную работу, да. То есть, настолько сильный стереотип в обществе у нас с вами, и мы его также, в общем-то, очень часто детям своим передаем подсознательно, даже не обращая, как бы, не задумываясь над этим. Вот, работа по найму. Но мы должны прекрасно понимать, что, да, мы можем даже хорошо зарабатывать в работе по найму. Нам может нравиться работа, нам может быть хороший коллектив, но мы должны понимать одну вещь. Очень два больших минуса в работе по найму. Поэтому, если вы, например, сейчас работаете по найму, и вы пока не встречались с этими минусами, это не значит, что их не существует. Они в любой момент могут попасть, к сожалению, да. Первый момент – это риск увольнения. Ребят, когда вы работаете по найму, вы работаете на кого-то, будь то частный какой-то бизнесмен, будь то государственная служба. Это не вы создали это рабочее место. Вас всего лишь наняли на него. А значит, в любой момент ваши услуги могут стать ненужны. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь невозможно… Очень многие люди заблуждаются, говоря о том, что работа по найму – это стабильная работа. Абсолютно нестабильный сектор. Кто сталкивался из вас с увольнениями, вас или ваших близких, может быть, сейчас кого-то сокращают или увольняют, поставьте там какой-нибудь минус, например. Плюс я не скажу, что это хорошо. Минус, да. И второй момент в работе по найму – вы всегда ограничены финансово. То есть вы не вы определяете, сколько вы будете зарабатывать. У вас есть определенный план работы, который вы должны сделать, и за который вам начисляется заработная плата. Сейчас я очень часто слышу, очень часто, к сожалению, от тех людей, работающих по найму, что сокращают зарплаты, не выплачивают премии месяцами, то есть которые обещанные были и так далее. То есть очень реально в Москве, я думаю, что такая же ситуация в других городах, сокращают зарплату, а если, например, идет сокращение на предприятиях, то сокращают в первую очередь тех людей, которые высокооплачиваемые. То есть долго работающих сотрудников сейчас, как это ни странно, сокращают в первую очередь, потому что у них самые высокие зарплаты. Да, и добавляют штрафы. Но это в других уже, в сетях обычно добавляют штрафы, разных там банковских служб, это сетях, там рабочих и так далее. Работа на себя. Можно взять еще, очень многие люди идут по этому пути. Работаем по найму, плюс берем какую-то подработку, либо начинаем консультации какие-то проводить, по медицине, по юриспруденции, по педагогической деятельности, там учеников берем и так далее. Здорово, все классно, да, вроде как уже и свобода появляется, на себя работаю. Но пока работаю, пока ученики есть, пока есть, да, с кем? Деньги есть. Как только летом ученики разъехались, денег нет. Я согласна с этим? Вот, дальше, собственный бизнес. Классно, можно создать свой магазин, свою какую-то фирму, свою компанию, что-то еще. Все здорово, все замечательно. При одном большом минусе – финансовый рейд. Для того, чтобы создать бизнес, помимо идеи, помимо компаньонов надежных, на которых вы можете положиться, которые действительно не подставят вас, да, то очень большой момент – нужны деньги. Потому что прибыль есть у вас или нету, да, вы все равно должны заплатить зарплату продажцам. Вы все равно должны заплатить аренду, вы все равно должны заплатить за тот продукт, который вы уже продали. Вы должны заплатить налоги, вы должны заплатить крыши, вы должны еще кому-нибудь заплатить. Уверяю, у меня есть опыт своего бизнеса, были магазины, и я знаю, что это такое. Невозможно в нашей стране выполнить одновременно требования ИСС и пожарников. Они противоречат друг другу. Поэтому мы всегда вынуждены были, и для тех людей, которые сейчас все то же самое, кому-то из них платить. А как правило, тем и другим. Дальше. Инвестирование. Здорово, если у вас есть деньги на инвестирование. Можно вложить в квартиру, в акции, можно в счета. Сейчас очень хороший процент, в связи с тем, что кризис, ставки высокие, в банке высокий процент по депозитным вкладам. Здорово. Но для того, чтобы даже получать, например, ежемесячно 30 тысяч рублей, ну, по минимуму, давайте так, 30 тысяч, на которые сейчас, даже 3 месяца назад на эти деньги можно было как-то выжить, сейчас практически нереально. Вы все ходите в магазин, вы прекрасно видите тот ценник, как он вырос. Да, в Москве, по крайней мере, наша продуктовая картина обычно выросла ровно в 2 раза по цене. Так вот, чтобы даже зарабатывать минимум 30 тысяч в месяц, например, положив деньги в банк, например, под 15-17%, вы должны положить там порядка 4,5-5 миллионов, 4,7 миллионов примерно, ну, примерно 4,7 миллионов, если у вас есть эти деньги, замечательно, если нету, другой вариант. Или купить квартиру, да, и сдавать ее, тоже, в общем-то, инвестирование. Но существует еще инвестирование интеллектуальное, да, то есть вы можете написать книгу, вы можете изобрести что-то и так далее. Но, опять же, что-то для этого нужно сделать. Но самое главное, что мне очень хочется, чтобы вы сейчас поняли, и после того, как я вот эту фразу скажу, мне очень хочется, чтобы вы поставили какой-то плюс или слицательный знак. Смотрите, в чем дело. В левый сектор, чем отличается левая сторона, вот работа по найму, вот работа на себя, от правого? В первую очередь, очень важно, левый сектор, левая часть, первый и второй сектор, отличаются тем, что здесь не создаются активы, что здесь только пассивы. То есть вы ходите на работу, вы тратите на транспорт, вы на еду тратите, то есть вы все время вкладываетесь в эту работу, и по сути, если вы реально посчитаете, сколько у вас выходит от вашей зарплаты, остается в конце месяца за вычетом бензина, на дороге, питание, там еще чего-то, вы увидите, что это очень маленькая сумма. И это пассивы, это не приносит, как только вы перестаете ходить на эту работу, у вас прекращается ваш доход. То есть это пассив. А правая часть, правая собственная бизнеса, инвестирование, это актив, это то, что приносит деньги. Да, вкладываемся, то есть мы вкладываем во что-то, либо собственный бизнес, либо инвестирование, и это на выходе, нам после какого-то периода, если это собственный бизнес, то есть все равно какой-то период должен пройти любой, либо собственный, либо инвестирование, всегда должен пройти период, чтобы начать получать прибыль. То есть левая сторона – это пассива, правая – это активы. Поставьте, пожалуйста, что вам понятно вот то, что я сейчас объяснила. Это очень важно. Есть еще один сектор, сейчас очень бурно развивающийся во всем мире. Это сетевой маркетинг. Вам очень многие компании, которые сейчас… Ну-ка, тихо, тихо. Я работаю. Тихо сел, папа покормит. Извините. Во многих странах сейчас очень многие бизнесы либо полностью переходят на сетевой маркетинг, либо переводят часть бизнеса, вводят принципы сетевого маркетинга. Принцип сетевого маркетинга очень простой. Он заключается в следующем. Много людей являются потребителями какой-то продукции. И они могут получать доступ к каким-то актовым дистрибьюторским ценам, если мы говорим про сетевой бизнес. И взамен этого они получают, во-первых, гарантию качественной продукции, что у них у компании покупают. Они покупают более низкую цену. Но они еще могут и рекомендовать эту продукцию своим знакомым и друзьям. Во всех странах, в нашей стране то же самое. Но это вообще очень культура людей. Мы очень прислушиваемся к чьим-то рекомендациям. И когда, ну, простой пример. Я вчера была у своего стоматолога. Она говорит, Аня, я вот пользуюсь такой-то косметикой, но я знаю, что ты работаешь в Арифлейм. Вот. А что это? Я никогда, вот она говорит, я даже никогда не пробовала. Ну, я знаю, что вроде недорогая косметика. Я ей рассказывала, что вот на пример одной простой туши. Я много лет пользовалась там, у меня были деньги. Я пользовалась тушь Кристиан Дио. Покупала ее там, там, 15 лет назад с 1000 рублей. И стабильно одна из трех тушей была всегда какая-то не такая. Она была поддельна. Мало того, что я платила за эту тушь там хорошие деньги, там, 1000-1200, да, кучу лет назад. Но постоянно нарывалась на подделку. Понимаете, в чем дело? То есть вот этот момент для меня был даже важнее, чем качество, ну, чем цена. Так вот, сетевой маркетинг, я вам сейчас объясню, он убирает вот этот момент. Мы получаем доступ к дистрибьюторским ценам, мы покупаем продукцию для себя по дистрибьюторским ценам и рекомендуем эту продукцию. Так вот, сетевой бизнес – это вариант соединения собственного бизнеса и инвестирования. Почему? Сетевой бизнес позволяет создать свой бизнес, не имея больших денег на вложения. То есть, ну, не рискуя финансами, да. То есть вы на базе компании, ну, мы говорим про Арифлейн, вы создаете свою команду. А компания Арифлейн берет на себя все риски. Она создает продукцию, она производит ее, она доставляет ее в Россию, да. Вот мы с вами говорим про Россию, либо в те, там, 67 стран, которые работают сейчас, да. Печатают каталоги. Кстати, дизайнеры и разработчики каталогов сейчас, шведы, они переезжают в Москву для того, чтобы оптимизировать процесс и сделать его более дешевле, в связи с тем, что курс евро, да, очень сильно изменился. Да. Игорь Арифлейн приняла такое решение, что дизайнеры и разработчики переезжают в Москву. Вот. То есть сетевой бизнес, он объединяет и собственный бизнес, и инвестирование. А инвестирование это, мы инвестируем, во-первых, свое время в этот бизнес, да, в работу, в создание этого товарооборота. Во-вторых, инвестируем свои знания, да, в тех людей, которых мы приглашаем в компанию Арифлейн, в свою команду в первую очередь. Вот это очень важно. Я надеюсь, что я понятна. И самое главное, что это доступно для большинства людей, потому что, как вот те секторы, там, классический бизнес, инвестирование, как вы понимаете, доступно для очень маленького круга людей, в связи с тем, что нет денег, либо нет связей и так далее, да, и тому подобное. Или очень большие риски, да, не надо закладывать, квартиры закладывают и так далее. Так вот, дело в том, что очень многие бизнесмены международные сейчас признались, знаете, я очень уважаю Ирину Хакамаду, да, политический тренер по политическому бизнесу, ведения вот этих бизнес-тренингов. Она говорит, что, вот у нее такая есть фраза, вот Киосаки на эту же тему говорит, многие на самом деле, и Дональд Трак тоже на эту тему говорит, что на самом деле бизнес МЛМ, да, или сетевой маркетинг в России, мы его называем, в мире это называется МЛМ. Это практически единственная дверь в культуру бизнеса для большинства людей, для, ну, практически любого человека, это единственная дверь, потому что если вы вот подумаете, создать свой бизнес очень сложно, да, и это очень большие риски. А здесь у любого человека есть шанс создать свой бизнес и самому создать свою жизнь и улучшить качество этой жизни, потому что ни работа по найму, ни вот сектор второй специалист, мало предпринимательства, специалисты не позволяют этого сделать. Так вот, очень честно, надо просто ответить себе на вопрос, если вы, например, стоите перед выбором сейчас, да, начинаться вам, развивать вам этот бизнес в Reflame или не развивать, да, давайте так, отвечаем себе честно на такие вопросы. Какие у меня есть возможности стабильно получать доход, ну, хотя бы, ребят, здесь тысяча в долларов, да, то есть это по старому курсу мы считали, ну, давайте я вам скажу цифру 150-200 тысяч рублей, да, по сути, ну, вот, ничего не меняется, Ну, курсы я просто сейчас путаюсь, да, что-то перевели в доллар, что-то не перевели. Давайте мы вот так будем, скажем, ну, прыгать от цифры, например, там, 150 тысяч рублей. Вам нравится эта цифра? Написывайте, пожалуйста, плюсик. Кому нравится цифра 150 тысяч? Мне нравится. Да, потому что я знаю, что на эти деньги можно сейчас в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах, уверяю, сейчас жизнь в городе Бийске, очень далекая, далекая от Москвы, город, но жизнь там абсолютно не дешевле, чем в Москве или в Санкт-Петербурге. Так вот, 150 тысяч, договорились. Вам нравится? Супер. Так вот, какие есть возможности сейчас получать доход 150 тысяч в месяц или больше? Я допускаю, сейчас есть возможности, наверное, и по найму такую райди работу, и там бизнес создать, чтобы зарабатывать такие деньги. Но, второй вопрос. Конкурентно способны ли мы с вами, чтобы, вот честно, абсолютно, чтобы понимать ситуацию, конкурентно способны... Ольга, у вас наслоение речи, потому что вы зашли два раза. Выйдите и зайдите снова, выйдите совсем из обоих. Вы два раза зашли, вы два раза в списке, Ольга Соболева. Так вот, конкурентно способны ли вы или я, да, для того, чтобы сейчас пойти и найти работу 150 тысяч? Ребят, к сожалению, я нет. Вот. И точно так же с бизнесом. У меня был бизнес, и я знаю, что это такое. Это очень тяжелый вид дохода. Я вас уверяю, что оставаться там женственной, привлекательной, такой вот нежной, пушистой, белой, пушистой, практически нереально остаться, но проработать даже в классическом бизнесе год или два. Да, потому что ты просто не выживешь. Кто поделится со мной секретами и правилами успешного создания бизнеса? Когда вы работаете, создаете свой бизнес, да, классический, если мы говорим. И, уверяю вас, никто с вами делиться не будет. Задача окружающих людей будет как можно быстрее, чтобы вы ушли с этого рынка. Потому что вы для них конкурент. Компания Reflame и в сетевых компаниях здесь закон развития бизнеса. Помоги людям, которых ты пригласил, зарабатывать хорошие деньги, ты их будешь зарабатывать тоже и подниматься по карьерной бизнесе. Надеюсь, что вы это понимаете и уже что-то знаете, да? Какая компания будет оплачивать путешествие с семьей 2-3 раза в год? Да? Компания великолепная сейчас Reflame путешествует. Вот последняя поездка была в Сингапур, биллиантовых директоров. Просто сказочные фотографии. Прям каждый, мне кучу народу прям прислали. Аня, вот я и тут, и тут. А теперь классическая. Я в бассейне на фоне небоскребов. То есть, вот прям все. Здорово. И, кстати, компания оплачивала путешествия в Сингапур, да, почти на неделю, там, 6 дней, 5-6 дней. Отель 1700 долларов в сутки номер стоит. Представляете себе уровень, да? Так вот. Когда я смогу купить новый автомобиль, квартиру? Ребят, я допускаю, что у кого-то есть автомобиль, у кого-то есть квартира, кому-то не надо делать ремонт. Но, скажите, пожалуйста, у вас есть свои какие-то цели? Вот просто поставьте восклицательный знак, там. Если бы вы хотели бы, там, поменять машину, если бы вы хотели бы поменять квартиру, если бы вы хотели, там, может быть, путешествовать, там, с семьей, съездить куда-то, у вас есть мечта, или сделать ремонт. Может быть, вы шубку себе хотите, девочки, хорошую, красивую. Поставьте плюсик. Или ребенку нужно образование. У меня сейчас двое детей, уверяю вас, образование – это очень дорого. Это очень дорого, да? Если вы действительно, если, ну, рассматривать образование как инвестицию в будущее своих детей, понимать, что выбирать качественное образование – это очень дорого. Поменять метро на машину. Да, согласна с тобой. Алло, ребят, что бы ни говорили люди, которые ездят на метро, что им так нравится, что не в пробках, уверяю вас, любой снегопад, в любой пробке приятнее ехать в машине, слушать музыку. Да, можно выехать пораньше. Да, у нас сейчас существует программа Яндекс.Пробки. Ребят, все это решаемо, но это совсем другой уровень жизни. И это очень важно для нас с вами. Опять же, график жизни, да, пенсия. После 55 лет никто не будет вам платить пенсию, когда вы выйдете на пенсию. Никто не будет вам ее платить такую же, как у вас, например, ну, была у вас хорошая зарплата, да, какую бы вы хорошую зарплату не получали, там, 30, 50, 100 тысяч, 150 банального работы. Но когда вы выходите на пенсию, у вас максимальная пенсия в стране, ну, на сколько там, 11-12 тысяч, я сейчас не знаю точно. Говорят, что ее повысили на, там, на 300 рублей, да, замечательно. Вот. А кому-то обучение надо, правильно. Ребят, у нас у всех свои цели, но мы должны, вот и у меня в свое время, знаете, такой жетон провалился. Вот цели, они есть по жизни, я делаю что-то там и так далее. Так вот, но дело в том, что, что бы я ни делала по жизни, если я сейчас не начну задумываться об этом, если я не начну строить свой бизнес, который принесет мне пассивный доход в будущем, последние годы своей жизни пенсионной мне придется провести в нищете. Ребят, задумайтесь над этим. Понимаете, в чем дело? Это очень важно. Я здесь нарисовала, какая работа идеальна для меня, да, а для вас, для меня важно финансовый независимый, для меня важен карьерный рост, это самореализация, да, это признание. Вот в карьеру, да, я вкладываю, это не в классической работе, когда идем по головам, да, людей, а это самореализация, признание, это удовольствие от того, что ты чего-то достигаешь и хочется идти дальше, особенно если благодаря тому, что ты можешь помочь другим и подниматься вместе с ними. Для меня очень важна свобода. Я люблю путешествовать, я люблю проводить время со своей семьей, со своими детьми, я люблю заниматься спортом, там, иногда полежать с маской для лица, да, я очень люблю поехать в спортклуб, например, в первую половину дня, когда большая часть работы работает на найму, когда клуб пустой, да, понимаете, никакая работа по найму этого не позволит. Вот это мои критерии. Если какого-то из вашего критерия здесь нет, вот не написано, напишите, пожалуйста, его сейчас здесь в чате, очень большая просьба, потому что это очень важно. Очень важно, когда вы будете разговаривать со своими знакомыми, говорите о своих преимуществах в работе в компании «Рифмейн». Потому что, когда вы говорите о своих преимуществах, не о моих, не о чужих, да, никаких-то, то у вас будет, и глаза будут гореть, и энергия будет передаваться, да, и люди будут зажигаться. Напишите, пожалуйста, что здесь перечисленного, вот здесь нету, что вы еще бы добавили сюда, что важно для вас. Кто-то пишет, там, коллектив хороший, да, и так далее. Это тоже важно, конечно же. Дальше. Три возможности в компании. Ребят, когда я пришла в компанию «Рифмейн», мне мама Екатерина Ивановна Лавягина-Бадмянтова, директор компании, она мне сказала, когда я приняла, вернее, решение работать, три года я была просто клиентом, да, я три года была вот на этом слайде. Я просто покупала продукцию для себя и членов моей семьи. У меня были деньги, я зарабатывала, мне казалось, что все хорошо. Я тогда не пришла к какому-то решению, что я готова развивать здесь бизнес. Но мне нравилась очень продукция. Я поняла, что она намного качественнее, чем то, что я покупаю за огромные деньги в магазине. Я пришла из дорогого сектора косметики. И мне есть чем сравнить. Я точно знаю, что та продукция, белая косметика, крема, которые продаются в компании «Рифмейн», за смешные деньги, 600 рублей, там, 800 рублей, да. Уверяю вас, эти же самые составляющие, эти же самые формулы заявлены в люксовых брендовых компаниях 15 по 16 тысяч рублей за крем. У меня даже подборка есть такая, кремов фотографий, где компания заявляет. Понимаете, в чем дело? Поэтому я пришла, изначально я пришла на продукцию. Ребят, кто-то есть здесь, кто тоже пришел сначала на продукцию? Вот просто пользоваться для себя, да. Для меня даже важна была не то, что экономия, хотя это тоже приятно. Я тоже люблю экономить, потому что остаются деньги в своем бюджете для того, чтобы тратить на что-то другое. Но мне важнее было качество, да, не переплачивать, но плюс еще гарантия качества, свежести продукции, свежая со склада и так далее. Я хочу продавать вторая есть возможность в компании «Рифмейн». Так вот, я не договорила. Когда Екатерина Ивановна мне сказала такую фразу, «Ань, очень простые действия. Трем человекам в день сказать о трех возможностях «Рифмейн». Три на три, да, трем человекам в день. У вас, помните, я написала вначале, возьмите блокноты и ручки, запишите, пожалуйста, первое, что вы обязательно, может быть, вы раньше что-то записали, но обязательно запишите. Три человека в день рассказать три возможности о «Рифмейн». Первое, да, возвращаюсь. Просто хочу покупать отличную косметику для себя, членов семьи. Замечательно, экономия 18%, на самом деле до 35% используя программу лояльности, да, то есть у вас программа подарков. Вторая возможность. Если вы хотите просто показывать каталоги и подрабатывать, просто немного подзаработать. Есть ли в вашем окружении люди, которые хотели бы подзаработать? Это сейчас фраза, с которой я обращаюсь ко всем своим клиентам, ко всем своим знакомым. «Катя, привет! Как дела? Что-то обсудили? Слушай, у тебя сейчас есть в окружении люди, которые хотели бы подзаработать?» Ольга Подмарева рассказала такую вот фразу на одном из последних вебинарах. Мне очень нравится. Знаете, я визитки сейчас раздаю по 5-7 штук в день. Именно с этой фразой. Если у тебя кто-то, кто хотел бы подзаработать, лучше брать телефон. Вторая возможность – просто показать каталог и подзаработать немного денег. Третья возможность. Создать свой бизнес в компании «Арифлэм». То есть рассматривать «Арифлэм» как площадку для создания своей бизнес-команды. То есть в любой компании, к которой бы вы сейчас не пришли, вообще любую вы возьмете, единственное, за что сейчас платят деньги – это за увеличение товарооборота. Чем бы вы сейчас не занимались? Подстригали бы вы, кормили бы в кафе кого-то, там перевозки, все что угодно. Единственное, за что сейчас платят деньги – за товарооборот. Так вот, в компании «Арифлэм» наша задача – это увеличивать товарооборот. Первые две возможности. Первая – мы это пользуемся сами, вторая – показываем каталог, третья – это приглашаем других людей в компанию «Арифлэм», среди которых будут так же, которые будут для себя пользоваться, которые будут показывать каталоги, и которые захотят тоже приглашать своих знакомых. Вы знаете, есть классическая формула от компании «Арифлэм», которая уже больше 20 лет на самом деле, 20 на 5 на 1. 20 каталогов, которых вы раздадите, покажете своим знакомым, где-то вы бываете, контакты какие-то, еще что-то, то вам дадут 5 клиентов и одного консультанта. Вот эта формула работает уже больше 20 лет. Она работает над больших цифрами. То есть ее надо наработать над себя. Но она точно продолжает работать. Что значит приглашать людей в команду и получать до 22% прибыли от продаж всей команды? Вот это очень важный момент. Все люди вокруг вас моются, абсолютно все. Неважно, чем вы дни занимались. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас 100 человек знакомых? Пока вы думаете, я вам подскажу. Точно есть. В вашем окружении вы учились в школе, вы учились в институте, вы сейчас где-то или работали, или работаете. Вы живете в каком-то доме, у вас есть соседи, у вас есть родственники. И даже если там, например, 20 человек было в клате. Я сейчас просто объясняю, что это такое. Что такое круг общения? О чем мы сейчас говорим? Круг общения. Так вот, лично вы знаете минимум 100 человек. Это самый минимум. Но это такие же, вот эти 100 человек, точно такие же обычные люди, как мы с вами. Вы согласны? Это значит, что у них есть свои 100 таких же человек. Да? Помимо нас. Так вот, дело в том, что круг общения, реально ваше окружение, это не вы первые 100 человек, а это их 10 тысяч человек. Потому что вы можете познакомиться где-то, вы можете взять рекомендацию, можете встретиться случайно на каком-то мероприятии, в дне рождения и так далее, в соцсетях. Да? Так вот, реально наше с вами окружение это 10 тысяч человек. И смотрите, что интересно. Вот эти 10 тысяч человек, это минимальные наборы потребления косметики на семью. Супер минимальные. Да? Я тут даже декоративную косметику не вставила. И wellness. Так вот эти 10 тысяч человек точно в месяц тратят, ну, от 2 до 3 тысяч на косметическую продукцию для себя. Это шампунь, это гель, это пена для бритья, дезодоранты, туалетная вода, если там лаки для ногтей, там шампунь и так далее, вот это все представим, да? Вы согласны с этим? Напишите, пожалуйста, плюсики. Вы согласны, что ежемесячное потребление косметической продукции даже на небольшую семью, 2-3 человека, в среднем где-то 3 тысячи рублей? Это там зубная паста, то, что мы с вами перечислили. Я даже не говорю какие-то супердорогие крема. Конечно. Вот. Так вот смотрите, в чем дело. Так вот эти, смотрите, 10 тысяч человек, они где-то покупают вот эту продукцию, в любом случае, чем бы вы ни занимались. Это значит, что вот эти 10, ваше окружение относит каждый месяц 30 миллионов рублей в магазины, в какие-то переходы подземные, может быть, в какие-то другие сетевые компании, да, покупают, и так далее. Вот смотрите, чем бы вы ни занимались, ваше окружение ежемесячно относит в магазин 30 миллионов рублей на косметическую продукцию. Вы хотели бы иметь отношение к этим деньгам? Кто хотел бы, поставьте что-нибудь, пожалуйста. Потому что когда я поняла вот эту вот схему, я точно поняла, что чем бы я ни занималась, как бы я, знаете, не говорила, я такая, я жду трамвая, я не умею продавать, я не умею рекомендовать каталог, я там не хочу заниматься продажами. Что вам еще говорят, да, люди, про подражения? Так вот, независимо от того, какая вы, ваше окружение все равно относит 30 миллионов ежемесячно на косметическую продукцию. И вы можете продолжать говорить, что я не такая, я не умею продавать, я боюсь там разговаривать с людьми. И вы можете продолжать. Но это как-то улучшит вашу жизнь, если вы ничего не будете менять в ней. Ребят, может быть, тогда стоит научиться правильно показать каталог, правильно разобраться в продукции. Это возможность. Здесь бесплатно мы всему этому можем научиться в компании Reflame. Благодаря тому, что в нашей ветке самая сильнейшая спонсорская цепочка, начиная там Владимир Томила Полежаеву, Василий Марина Кравцова, Диана Квачко, Ольга Пономарева, Екатерина Ивановна Лавягина. Прошу прощения, поставлю себя в эту цепочку. У нас великолепные директора в Санкт-Петербурге, в Москве, да? Евгения Матвеева, Ирина Кмин, Ольга Захаренкова, Елена Николаева, да? То есть Юлия Скуридина, Екатерина Куцункова. У Ольги Пономарева, свои директора, очень много, у Гули Лисицына. Я сейчас, ребят, простите, я не всех перечисляю. Понимаете, здесь есть возможность бесплатно этому научиться, только захотеть надо. Я понятно объяснила вот эту ситуацию. Мы можем продолжать говорить, только надо взять эту информацию. Если вы не заходите, как бы человек не заходит на вебинары, не приходит на мероприятия, да? И потом говорит, у меня не получает, не читает книг. И он говорит, у меня не получается. А что ты сделал для того, чтобы получалось? Ребят, уверяю вас, ваши спонсоры своим карманом заинтересованы, чтобы у вас получилось как можно быстрее заработать хорошие деньги. Вы это понимаете? Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, если вы это понимаете. Ребят, здесь действительно шикарная возможность построить свой бизнес Арифлейм. На базе Арифлейм создать свой бизнес. И это классно. Возможность, как то, что будет создана активом, не пассивом, а именно активом. То, что будет приносить вам деньги, независимо от того, какая финансовая ситуация. Дело в том, что какая вы сейчас, да, сейчас кризис, и вы все прекрасно это знаете. Я не буду говорить, что его нет. Но дело в том, что если женщина, вот уже пятый раз, наверное, говорю, простите, если повторяюсь, может доходить в старом пальто год и два, и три, наверное, и сапоги может починить, да, и на машине на старой можно поездить, и ремонт квартиры можно отложить. Хотя это очень хочется, потому что соблазнов много, рекламы много, да. Но, если женщина, а вы как бы вы поймете, что это не так, если женщина привыкла ухаживать за собой, а у нас сейчас действительно вопрос выживания идет в плане того, что мы должны конкурентно способность поддерживать, да, хорошо выглядеть, хорошо пахнуть, у нас должны быть хорошие зубы, ухоженные руки, да. Так вот дело в том, что женщины все равно, да и мужчины тоже не откажутся от косметической продукции никогда. Потому что это то, что позволяет нам с вами быть в обществе принятыми, да, и добиваться каких-то целей, успехов, я не говорю даже про замужество, про все остальное тоже, да. Понимаете, в чем дело? Ни одна женщина не будет жить с мужчиной, который не моется, не чистит зубы, не бреется. Ребят, сейчас не каменный век, то есть к мужчинам это тоже относится. И мужчина не будет не обратить внимания на женщину, если она не ухожена. Понимаете, да? Ребят, мы в классном секторе находимся, да. И вот план успеха в Reflame, да, карьерная лестница, это наша с вами возможность каждого из вас выбрать тот уровень дохода, который нужен вам. Как с этим работать? Допустим, директорская команда, да, от директора до сапфирового директора. Доход от 25 тысяч до 120. Если вы считаете, что вам достаточно этих денег, допустим, вы хотели бы зарабатывать 120 тысяч в месяц, к примеру. О чем это говорит? О том, что вам нужно найти 4 человека, вменяемых, которые моются, которые хотят зарабатывать деньги, которые не хотят работать по найму, хотят чего-то добиваться, путешествовать. Я не знаю, какие критерии вы еще придумаете. Да, 4 человека. И помочь им стать как минимум директорами, а лучше, как минимум золотыми директорами. Если вы хотите доход выше 140 тысяч, там, 200 тысяч, значит, нужно найти 6 таких человек. Если вы хотите выше, значит, их надо найти 12. Если вы хотите выше, значит, их надо найти 24. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Ну, я 100% уверена, что в вашем окружении точно есть 24 человека, точно, которые моются, которым нужны деньги. Просто по какой-то причине, пока они не услышали от вас той информации, которая бы привела их к этому бизнесу, к тому, чтобы начать здесь что-то делать. Пока они говорят. Именно для этого мы с вами обучаемся. По вторникам презентация, понедельник, четверг, обучение по вызову года. Также еще идут мероприятия от компании. Дальше. Действительно, легко присоединиться. Компания создает сайт. Да, сейчас подвисает, но это все будет отработано. Шикарная платформа, которую опять сейчас компания запускает. Да, компьютерная вот эта. Это все здорово. Великолепная возможность оплачивать заказы и в компании, и через терминалы, и курьером наличного. Пожалуйста, доставка и домой, и на терминалы, и в офис компании. Как хотите. Да? Вы знаете, что бы там иногда говорят до сих пор, там, компания AVEN. Ребят, компания AVEN до сих пор доставляют только по почте. До сих пор только почтовая доставка. Поэтому, ну, как бы, о чем мы вообще говорим сейчас? Дальше. Признание. Это очень важно. Это очень важно еще к тому, что когда... Почему еще важно бывать на мероприятиях, выезжать на какие-то семинары, приезжать на тренинги. Бывать на тренингах любые, которые вы можете себе позволить и больше, да, пытаться... Потому что обучение это единственное, куда нужно постоянно вкладывать деньги. И самые богатые люди, первые всегда сидят на рядах на каких-то дорогих тренингах, уже зарабатывая большие деньги. Но это еще и возможность быть в кругу тех людей, которые сейчас уже успешными. Перенимать их привычки, как они разговаривают, как они одеваются, как они общаются. Как только окружение определяет более 50% вашего успеха. Постарайтесь как можно больше времени проводить в окружении успешных людей. Тогда и вы намного быстрее станете успешными. Понимаете? Очень важно. Если вы сами не строите свою мечту, кто-то обязательно наймет вас, чтобы строить свою. Согласитесь, что это действительно так. Четыре фактора, влияющие на успех. Это наличие... запишите, пожалуйста. Наличие действительного желания. Мало просто говорить, ну да, вот классно было бы поменять машину. Но если вас это в принципе устраивает и вас это не раздражает, да, если она еще ездит пока, пока она совсем не умрет, эта машина, вы точно не соберетесь купить новую. Истинного желания. Или что-то другое. Я не знаю, что вас будет мотивировать. Да, что у вас... Что вам больше всего нравится. Отсутствие негатива, негативных установок. Очень важный пункт. Ребят, очень многие люди, новички особенно, спотыкаются на начале бизнеса и уходят. Знаете почему? Потому что сталкиваясь с каким-то... Или негативом, или с какими-то сложностями, они думают, ну здесь не так гладко, как мне рассказывал спонсор. Ребят, сложности есть, будут и были. И были, есть и будут. Всегда. Но они есть. Скажите, пожалуйста, у вас в жизни, помимо Арифлей, есть какие-то свои сложности? Ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики. У кого бывают сложности? Действительно сложные задачи. У меня недавно была очень сложная задача, но я с ней справилась. Поверьте мне, там вопрос был с недвижимостью, который решить нужно было очень короткие сроки. Да? Вы же как-то справляетесь? То есть у Алены только есть Пелевина и у меня. Еще у Лены Алексеевны бывают трудности по жизни. Да? Остальным классно везет, наверное. Да? Не бывает. Я шучу, конечно же, у всех бывает. Ребят, вы с этими трудностями и сложностями как-то справляетесь с жизнью? Понимаете, в чем дело? Я для себя в свое время приняла такую установку. Сложности в компании Арифлей – это ступенька. Если я преодолеваю эту сложность, преодолеваю вот этот момент и поднимаюсь на эту ступеньку, во-первых, я помогаю кому-то, скорее всего, но я еще и поднимаюсь сама на следующую ступеньку и увеличиваю свой доход. Расту по карьерной лестнице, увеличиваю свой доход и так далее. Понимаете, в чем дело? Можно на любую ситуацию смотреть по-разному. И уверяю вас, новичок, который только пришел в компанию, конечно же, он смотрит на бизнес Арифлей не так, как смотрит бриллиантовый директор. А вы попробуйте, начиная бизнес этот, сразу представить, как смотрит на этот бизнес бриллиантовый директор. Да, бывает, продукции нет какой-то на складе. Но если ее нет на складе, значит, она действительно пользуется большим спросом. Значит, это качественная продукция, значит, стоит с ней работать. Правда? Если какие-то проблемы бывают, ребят, только преодолевая какие-то проблемы, мы с вами развиваемся, растем. Когда все гладко, когда все понятно, когда все только пушистое и розово, да, все замечательно, все на блюдечке приносят, мы не развиваемся, ребят. Мы деградируем, когда мы постоянно на одном уровне. Дальше, третий фактор. Система работы и график активности и действий. Ребят, не важно, какая будет у вас система работы. Лучше, если это будет система работы вашего спонсора, да, или вышестоящего директора. Это самый правильный вариант. Но у вас должен быть свой график активности. Если вы, например, где-то работаете сейчас. Если кто-то, кто еще где-то работает по найму, напишите, пожалуйста, плюсики. Ребят, я была в такой ситуации, когда я начинала работать в компании Reflame. У меня был маленький ребенок. Я училась в институте. Я работала еще... У меня был бизнес. Я еще работала тренером. Вот это все было вместе. Дело в том, что для меня это очень сильно мобилизовало и дисциплинировало. Я знала, что если у меня будет два часа времени в какую-то, два раза в неделю, то вот в эти два часа я должна сделать обязательно эти действия, которые нужно здесь в Reflame сделать. Я проводила встречи. Трем человеком в день рассказывала о трех возможностях Reflame. Закон. Да? Ну, можете вы столько проводить, но это железобетонно, должен быть ваш график. Два раза в неделю по два часа. Ну, вы должны с честной совести прийти домой и сказать, ху, я сегодня точно сделал все, что мог в эти два часа. Можете пять часов, там, три раза в неделю. Замечательно, супер. Важнее даже регулярность и вот этот график, да, ваша система действий. Это намного важнее. И система регулярного обучения. Ребята, вы знаете, мы иногда забываем на эту тему, но обучение это то, что я бы сейчас поставила, наверное, на первое место. Потому что если человек, новичок, не посещает мероприятия, не посещает вебинары, не читает книги, он постепенно, знаете, как река, да, у нее есть течение. И вот его выносит на обочину этой реки, прибивает к берегу вот этим жухлым листьям, и он начинает собирать весь негатив, который по пути встречается. Кому знакома такая ситуация? Вот я, например, вижу таких людей, как только человек перестает посещать обучение, тому же тут даже не вопрос каких-то дорогих тренингов, дорогого обучения. Здесь, в общем-то, для начала достаточно вебинары и системы там бизнес-школы у ваших спонсоров, у Кравцова Василия Владимировича, да, или вот в Санкт-Петербурге что-то проходит. Вот, ребят, понимаете, мы должны оставаться в потоке, мы должны энергию получать, энергетику, мотивацию, знания новые, делиться опытом, брать опыт других, тех людей, которые сейчас растут, да, вот это очень важно. Вот эти четыре фактора, они, я поставила их не в обязательном порядке, но они вот влияют 100% на успех, на тот успех, которого вы хотите добиться. Чтобы стать победителем, нужно учиться у чемпиона. Вот это точно, абсолютно. Вы знаете, если вы стоите в очереди и слушаете какую-то тетушку-негативщицу, и учитесь у нее, как показать каталог и так далее, слушаете, что там у нее там из 10 позиций, которые она казала, 5 нет на складе, поэтому компания Reflame плохая, добьетесь вы успеха? Как вы считаете, у таких людей надо учиться или надо учиться у тех, кто добивается успеха, у тех, кто растет, у тех, кто результат уже сейчас имеет? Ребят, понимаете, в чем дело? Тамила и Владимир Полежаева, да, лидер номер один сейчас компании Reflame, наши высшестоящие с вами спонсоры. Вы знаете, Тамила говорила всегда такую фразу, делайте что-нибудь, да. Когда вы начнете что-то делать, вы вынуждены будете обучаться, потому что если вы будете делать, и у вас не получается, вы вынуждены будете учиться. Всегда есть люди, которые делают лучше, чем вы что-то. Просто возьмите их опыт. Попробуйте работать точно так же, как они. Подстройте под себя. Дело все в том, что в любой ситуации, вот в нашей с вами стране, всегда будут в одном и том же окружении люди, которые делают действия, у которых будут получаться, у которых не будет получаться. Но это не значит, что они одинаковые. Если присмотреться, как правило, это совсем разный подход к действиям. Но очень важно вот эта внутренняя мотивация действительно вырваться, да, то есть выйти куда-то, стать лучше, стать сильнее, стать успешнее. Вот это очень важно. И Тавила всегда, ну, она всегда действительно умела мотивировать на эти действия. Анна Ахумьян, старший президент России, да, акушер-гинеколог. Ее, знаете, очень смешная история, как ее и зарегистрировали. И девочка, которая пригласила Анну Ахумьян, ей ее спонсор, она была новичком, сказала, «Трем человекам в день ты должна рассказать о возможностях Арифны». Трем человекам в день. Она говорит, «Вы знаете, я сейчас занимаюсь лечением, я буду только у гинеколога». И ей сказали, вот и расскажи гинекологу. Анна Ахумьян, старший президент. А представляете, что эта девочка могла постесняться и не рассказать своему гинекологу о возможностях компании Арифлэйм. Да? В компании Арифлэйм всегда будут люди, которые зарабатывают хорошие деньги. Вы или кто-то другой, да, вот это только от вас зависит. Понимаете, в чем дело? В одних и тех же условиях одни люди будут ловить негатив, собирать, а другие люди будут добиваться своих целей, развиваться и расти. Татьяна Ковзик. Очень успешный педагог, очень успешный. У нее была великолепная карьера. И когда ей предложили Арифлэйм, она тоже не сразу, в общем-то, согласилась. Но когда она начала работать, я знаю, что она делала до 30 контактов в день. И все ее знакомые первые сказали ей нет, все отказали. И она пошла просто на улицу, просто к незнакомым людям. Список знакомых и постоянное пополнение. Вот секрет, который Татьяна Ковзик рассказала. Постоянное пополнение список знакомых. Научитесь, наша работа – это коммуникация. На самом деле в любой работе коммуникация сейчас выходит на первое место. Умение заводить от нас связи, умение налаживать отношения. Это всегда было очень сильным преимуществом в любой работе у человека. А в нашей с вами работе это самое главное качество, которое мы должны развивать. Разговаривать с разными людьми, знакомиться с людьми, находить общие темы, правильно предлагать бизнес. То есть общаться. Это не значит, что нужно сидеть дома и думать, как же мне строить бизнес. Выходите на улицу, гуляйте с детьми, общайтесь. Я знаю, что Ольга Пономарева практически всех своих первых четырех директоров нашла чуть-чуть на своей песочнице. У меня первый директор Ольга Захаренкова. Это человек, который выражал на параллельном кресле. Еще куча примеров. То есть, ребят, люди, которые хотят и которые сильны, они вокруг вас. Но вы просто им пока не предложили или пока не дали ту информацию, которая бы смотивировала начать работать. Алексей Севрук. Лидер номер один в Украине. Успех – это система действий. Это не единичное действие. Не один раз зашел на вебинар. Не один раз пригласил человека на встречу и обиделся, что он не пришел. И даже не 5 и не 10. Это 100 человек пригласил, и из них там, например, 20 пришло. Или 30. Я не знаю, у каждого своя статистика. Чем профессиональнее вы будете становиться, тем больше людей будет говорить «да» и будет приходить. Делайте, сколько сможете, но регулярно. Мне очень нравится у Алексея, что у него такое есть, что будьте вот этим паровозиком мотивационным для своей команды, в первую очередь, вы. Если вы сидите такой потухший и поникший, никто за нами с вами не пойдет. Поднимите голову, улыбнитесь, начните с себя. Найдите в себе, докопайте свою цель и идите к ней. Тогда точно за вами подтянутся люди, такие же, как вы. Они будут подтягиваться люди, которых тоже есть цель, и они будут находить свои цели. Ребята, не успеваю сегодня дальше уже, поэтому я остановлюсь сегодня на этом, на опыте успешных топ-лидеров. Читайте книги. Очень хочу порекомендовать вам одну из книг Роберта Киосаки, называется «Бизнес 21 века». Пишите. Роберт Киосаки «Бизнес 21 века». Великолепная прямо инструкция к работе, да, великолепная книга Бухтияров, запишите. «Система мотивационного рекрутирования». Великолеп очень просто, изложено, как разговаривать с людьми, чтобы им было интересно. Потому что мы иногда с вами разговариваем с людьми с точки зрения своих интересов. Не с точки зрения интересов человека, а с точки зрения своего интереса. А ему, может быть, это неинтересно. Вот Бухтияров «Система мотивационного рекрутирования». Пожалуйста, прочитайте обязательно эти книжки. Дальше. «Вода Шефер. Закон о умножении денег». Ребята, в любом бизнесе есть свои законы. В любом. И если мы их не знаем, они не будут для нас с вами работать. Если мы их знаем, но не соблюдаем, то же самое. Поэтому, вот три книжки, мне очень большая просьба, задания. Давайте так, это домашнее задание. Я надеюсь, что домашнее задание прошлого вебинара «Калаш мечты». Напишите, пожалуйста, кто сделал «Калаш мечты» задание прошлого вебинара. Может быть, в электронном виде, может быть, в печатном варианте. Напишите, пожалуйста, кто выполнил это домашнее задание. Кто не выполнил, остается на следующий вторник. Домашнее задание «Калаш мечты» делать обязательно. Это то, что вас будет мотивировать. Замечательно, в электронном виде. Это заставка может быть на компьютер. Это может быть просто набор фотографий. Даже если вы не будете какие-то законы соблюдать правильно, как его делать. Даже если это будет просто набор фотографий, которые вас будут мотивировать, это уже будет здорово. Еще лучше, вот Алена пишет, что желательно, конечно, распечатать, повесить хотя бы на какой-то стенке, где вы часто там на кухне, да, чтобы не засиживались за чайком, за сладостями, а вас вербило в одном месте, вам захотелось встать. Ребят, поставьте, пожалуйста, плюсик, что вы слышите то, что я сейчас говорю. Что давайте так договоримся, что кроме Алены, мы делаем следующий обязательно авторнику «Калаш мечты». Можно в электронном виде, можно в печатном виде, как хотите. Либо в блокноте, картинах сейчас в интернете, в журналах, вырезать все, что угодно. Поэтому это вот. И обязательно прочитать хотя бы одну из трех книг, которую я перечислила. Они точно есть в продаже в книжных магазинах. Либо спросите у своих спонсоров. Первое. Бизнес 21 века. Роберт Киосаки. Еще раз повторяю. Бухтияров. Система мотивационного рекрутирования. Или Бода Шефер. Мани или закон умножения денег. Вот Мани или закон умножения денег я вам очень рекомендую. У кого есть дети-подростки? Напишите, пожалуйста. Ну там, пятый, седьмой класс. Вот такой вот возраст. У кого есть детки? Ну там, старше 10-12 лет. Есть у нас кто-то, у кого дети? Если старше, тоже. Если не читали эту книжку. Так вот, обязательно вот эту книгу. Мани или закон умножения денег Бода Шефера. Дайте прочитать своим детям. Вы увидите, как ваши дети будут меняться. Вы знаете, я увидела прямо мой сын, когда прочитал вот эту книгу. Первую Бода Шефера. Мани или закон умножения денег. И еще я увидела очень серьезные изменения вообще к жизни, отношения у своего сына. Ему сейчас 18 лет будет в этом году. Когда он прочитал Роберта Киосаки и второго миллионера, наверное, забыла фамилию, Том Уэлл. Сейчас вспомню. «Почему мы хотим, чтобы вы были богатыми?» Книжка называется «Роберт Киосаки Дональда Трампа». Значит, два автора. Дональд Трамп и Роберт Киосаки. «Почему мы хотим, чтобы вы были богатыми?» Дайте прочитать ее своим детям. Вы знаете, я удивилась, как мне нужные книги детей в правильную стуру. Хорошее отношение к обучению, хорошее обучение к деньгам и так далее. И обязательно прочитайте сами. Мы договорились с вами. Ребят, спасибо всем. Значит, я приглашаю вас в четверг. Будет вебинар в скайпе. Мы выкладываем ссылки. Вебинар по продукции, обучению, по также работе с каталогом, по продажам. Это ловите ссылки в нашей чат-группе в скайпе. У кого нет в этом чате, обратитесь к своему спонсору. Обязательно вас присоединят. Дальше. В следующий понедельник вебинар по вызову года. А во вторник, в следующий, нас с вами ждет великолепный вебинар. У нас с вами будет гость. Сапфировый директор компании «Арифлейм». Алла Ашмарина. Это моя сестра двоюродная. Родная сестра Ольги Пономаревой. Маленький город Биск на Алтае. Сапфировый директор. Человек, который проводит великолепные мероприятия. Мы смотрели в ролике, вы, может быть, видели в сетях, что такое мероприятие в компании «Арифлейм». Это тоже нужно будет учиться делать. И поэтому я вас приглашаю историей сапфирового директора Алла Ашмариной, плюс как она работает через мероприятия. Разные мероприятия. Будь то мастер-классы, будь то презентации, будь то какие-то праздники красоты, праздники клиента. Это очень интересно. И приглашаю всех ваших бизнес-партнеров также на этот вебинар. Спасибо всем огромное. Я сейчас поставлю ролики. Если у вас есть вопросы, ребят, задавайте их сейчас в чате. Я еще пока сделаю.